привет друзья здесь демитков юрий сейчас немножечко хочу рассказать о том какие события происходят в области экономики финансов в россии вот прямо сейчас происходит обмен акций яндекса многие акционеры которые являются акционерами яндекса получают разные странные сообщения в том числе мой сын вчера прислал говорит пап тут значит там какое-то письмо пришло требуется значит там доплатить какие-то деньги 10 рублей комиссии чем не делать а до 10 числа то есть до сегодняшнего числа ему надо платить иначе банк ну как-то будет не банка брокер инвестиционная палата в данном случае будет принимать какие-то меры чё делать говорит он до 10 числа вот ну и многие люди тоже спрашивают что делать в связи с этим кудыбечь и так далее и так далее ну смотрите что происходит те люди которые купили акции яндекс в том числе я у меня очень большой пакет акций яндекс эти акции были куплены в качестве ну как так называемый адр то есть это расписки о владении этими акциями сами акции были зарегистрированы яндекс был иностранной компании считался который зарегистрирован в голландии яндекс нв и они котировались на лондонской бирже lse поэтому их можно было приобрести в качестве только адр что произошло дальше как да как яндекс вроде российской компании оказался голландской компании но вы помните что яндекс крупнейшая российская компания инновационная самая одна из лучших вот и поэтому ну что происходит в россии ну решили яндекс под грести под себя так же как свое время в контакте с павлом дуровым и значит стали ну как то вот под себя под грести и преуспел в этом деле ну как бы в свое время герман греф то есть решили яндекс под сбербанк вот в общем был скандал свое время который кончится тем что волош основатель яндекса сказал что пошли нафиг я регистрирую компанию яндекс в голландии и по крайней мере большую часть деятельности перевожу туда поэтому ну постепенно стало два яндекса и в последнее время российскую часть яндекса такие у него отобрали вот не под сбербанк там просто это отдельный яндекс российский насколько я помню руководителем представителя совета директоров там кудрин алексей небезызвестный бывший министр финансов который ну как то более менее пытался быть независимым от путина как какие то такие критические высказывания мог себе позволить путин к нему прислушивался но политика путина скупить всех недовольных поэтому он ему вот яндекс что происходит смотрите сейчас яндекс абсолютно ну как бы разделяется то есть есть яндекс голландская компания иностранный бизнес есть яндекс российская компания и есть конверсия этих акций и каким образом происходит конверсия ну решили так что выкупают один к одному то есть одна адр яндекса которая была у нас в портфеле будет заменена на соответствующую акцию яндекса собственно говоря все вот каким образом это будет происходить ну по идее надо там писать какие-то заявления и так далее и так далее ну практически все брокеры разослали своим клиентам сообщения и я в том числе получил что ничего делать не надо то есть в час икс акции яндекса которые были в портфеле в качестве яндекс иностранной компании станут яндексами станут акциями яндекса в таком же количестве по той же цене акциями яндекса российской компании собственно говоря ничего делать не надо я получил это сообщение от банка втб в которой из открытия мы перекочевали акции после поглощения брокером втб банком втб брокера открытия вот акции яндекса яндекс 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 как иностранной компании адр продать невозможно поэтому ну как бы мы в такой ситуации находимся что сделать мы ничего не можем вот ну вот такое решение после того как акции будут переведены на мосбиржу и станут акциями российской компании яндекс соответственно можно будет сделать с ними все сейчас мы сделать ничего не можем и ничего не надо делать что касается комиссии вот этой в 10 рублей ну возможно это и будет какая-то комиссия будет брокера ну 10 рублей это несущественные деньги как вы понимаете эту комиссию брокер ну как бы поставит в расход это доход брокера комиссия вот откуда она возьмется она возьмется с брокерского счета как можно ее погасить не внося деньги ну можно что-нибудь продать например тогда на брокерском счете появятся деньги и все какую-нибудь самую дешевую акцию например из тех которые можно продать ну посмотрим что будет сегодня Кирилл приедет он сейчас в отпуске находится вот и будем решать с ним теперь что касается других инвестиций ну мне крайне не нравится то что произошло с открытием то что брокер ВТБ банк ВТБ поглотил брокера открытия открытие был лучшим брокером на мой взгляд я всегда это говорил и сейчас говорю вот ну ВТБ обещает что условия будут не хуже они там действительно не хуже там комиссии все это сохранилось вот но мне не нравится это дело и как вы знаете я перешел к БКС все ли хорошо в БКС ну в общем БКС старейший брокер самый крупный и так далее и так далее ну у всех есть какие-то свои проблемы свои чудеса почему БКС ну потому что БКС есть БКС брокер и есть БКС банк БКС банк не под санкциями все так сказать ну там другие многие другие еще один брокер который есть не под санкциями это Финам и есть банк Финам аналогично и тоже старейший брокер я вам ну как бы я выбрал именно поэтому ВТБ под санкциями что это значит это значило что на бирже нельзя было купить скажем валюту и вывести их на банковский счет ВТБ например да потому что банковский счет ВТБ валютный ну невозможен можно только юаня вот в БКС до последнего времени это было возможно пока Америка не наложила санкции на Мосбиржу соответственно это стало не очень вот то есть доллары которые есть на брокерском счете я до сих пор могу вывести на банковский счет они у меня есть там 17 долларов осталось неполный лот соответственно я могу их вывести на банковский счет ну и там и там комиссия за хранение долларов получить наличными с банковского счета ну наверное я их могу если там в банке будут в кассе соответствующие деньги скорее всего я это сделаю вот ну тем не менее вот два брокера финам и БКС я выбрал БКС какой еще крупнейший брокер который не под санкциями и который крупнейший банк есть крупнейший банк который не под санкциями через который проходят практически все платежи сейчас внешне торговые и через которые в общем то и формируется валютный курс в основном это Газпромбанк то есть когда вводили санкции там СДН вот эти всякие и так далее и так далее внешне торговые платежи ну сказали что Газпромбанк немножечко в сторонке для того чтобы ну торговать в частности долларами то есть единственный банк ну там крупнейший из крупнейших оставили это Газпромбанк к чему я это клоню к тому что у Газпромбанка есть тоже свой брокер и в свое время я увидел информацию о какой-то компании Газпроминвест и они как-то обещали какие-то бешеные доходности и так далее и так далее ну меня стало интересно как они так могут обещать я значит ну там заинтересовался этой информацией оставил там свои данные там e-mail и телефон и ну чтобы они скинули мне информацию информацию я особо и там не получил на e-mail но с тех пор у меня начали звонить непрерывно мошенники финансовые которые здравствуйте Юрий а нет Юрий здравствуйте вы значит там интересовались инвестициями мы почему до сих пор не сделали значит и так далее и так далее и так далее вот друзья мои что я могу сказать те люди которые назывались Газпроминвест это мошенники они очень хитро ухитрились под это дело мимикрировать и пользуются вот этим названием дали рекламу в различных медиа на которую я и клюнул собственно говоря не клюйте Газпроминвест это мошенники а брокер который у Газпрома называется вообще не так совсем не так и ух ты какая красивая паутина я даже не знаю смогу я вам ее показать или нет а вот там она освещается солнцем так вот друзья мои а брокер Газпром банка который связан с Газпром банком точно совершенно называется как бы вы думали Ньютон Ньютон брокер зайдите на сайт Газпром банка вы это увидите я сейчас нахожусь в процессе открытия счета еще и в Ньютон брокере посмотрю что это такое открою счет еще и в Газпром банке и открою брокерский счет в Ньютон брокере чем он отличается расскажу вот но уже известно что ну то есть по крайней мере я с ними уже общался разговаривал они говорят что у них есть возможность продавать вот эти самые АДР кроме всего прочего вот о том какие комиссии ну я уже посмотрел они вроде такие же я расскажу чуть позже вот ну такой анонсик но не клюйте Газпром банк брокер не Газпром инвест а Ньютон я у них спросил а почему Ньютон что такое за название там у вас что то такое ну вроде цифровое там и так далее искусственный интеллект которым я сейчас занимаюсь они говорят нет ничего такого мы крупнейший банк и так же как Сбербанк в свое время купил крупнейшую инвестиционную компанию как она там называлась ну забыл вот ну крупнейшую инвестиционную компанию на корню просто то Газпром банк тоже купил инвестиционную компанию брокерскую компанию Ньютон и соответственно зачем заморачиваться в создании своего когда есть компания с лицензией вот так получение лицензии это отдельный так геморрой вот проще купить готовую компанию с лицензией ну такой типа как скажем инвестиционная компания палата там и так далее вот то есть такие какие то вещи есть небольшие брокеры которые можно купить вместе с лицензией и вот так вот пользоваться и так Ньютон что касается инвестиций и ставок и прочее прочее ну смотрите сейчас рост инфляции во всем мире не только в России в России особенно в настоящее время с инфляцией борются повышением ключевой ставки ЦБ и ну смотрите в России сейчас ставка ключевая 16% и ожидалось что на прошлом заседании ее повысят потому что инфляция не останавливается вот на прошлом заседании не повысили на этом все абсолютно уверены что будет повышена ставка ЦБ и вопрос о том что на 1% или на 2% то есть будет 17 или 18% собственно говоря но многие сходятся во мнении что это будет в общем одно из последних повышений ставок и очень скоро ЦБ придут к снижению ставок что нам это дает ну это дает мысль о том что сейчас самое лучшее время примерно сейчас покупать облигации облигации надо покупать долгосрочные почему потому что облигации это гарантированный доход если вы будете держать облигацию до погашения доход по облигациям регулируется их ценой то есть смотрите в облигации есть купонная доходность которая фиксированная а так как для того чтобы облигации брали они должны быть привлекательны для инвесторов поэтому доходность регулируется ценой то есть чем выше доходность по облигациям тем ниже на нее цена потому что купон фиксированный поэтому если вы покупаете скажем облигацию например на пять лет на пять лет с доходностью скажем пятнадцать процентов многие скажут что сейчас доходность многие банки дают восемнадцать процентов я даже скоро расскажу вам о гарантированной доходности которую дают двадцать два процента некоторые инструменты подождите немножко совсем имейте терпение вот но что я могу сказать что все эти доходности которые дают банки или там другие организации гарантированные доходность они действительно гарантирован это действительно дают системно значимые организации вот но эти доходности краткосрочные вот сейчас у меня меня соблазнил ВТБ банк депозитом восемнадцать процентов доходность а напоминаю что скажем доходность по облигациям можно пятнадцати процентов в чем здесь засада ну смотрите ВТБ банк действительно мне платят восемнадцать процентов годовых по остатку по дневному остатку то есть каждый день начисляется процент который выплачивается ежемесячно там в конце месяца я уже два месяца получил в чем засада в том что этот высокий процент эту высокую доходность я получаю в течение только трех месяцев ребята та доходность которая двадцать два процента тоже будет в течение трех месяцев а что дальше ну значит дальше будем посмотреть как бы если вы покупаете доходность облигацию с доходностью пятнадцать процентов то она гарантирована если ну как бы такая доходность если вы будете держать эту облигацию до погашения что это значит а это значит что все понимают что ставки неминуемо должны снижаться что высокие ставки душат экономику и как только экономика начнет снижаться с инфляцией типа поборолись соответственно центробанки начнут снижать ставки что произойдет в этот момент в этот момент начнется рост облигаций и чем длиннее срок облигаций чем дальше до погашения тем сильнее будет этот рост собственно говоря ну такая такой инструмент облигаций поэтому сейчас кажется что облигация с доходностью в пятнадцать процентов это это ну неинтересно потому что банк дает больше доходность но посмотрим что вы скажете через три года когда ставки начнут понижаться и за счет роста цены на облигации вы получите тридцать процентов годовых на абсолютно гарантированных облигациях которые вот ну просто вот абсолютно надежный инструмент надежнее ничего нет поэтому в общем в общем у меня очень большой пакет в облигациях до сих пор и я рекомендую брать облигации при этом у меня облигации ну большая часть большая часть это облигации замещающие почему ну смотрите доходность по облигациям российским рублях там ну пятнадцать там процентов шестнадцать процентов может быть да вот по рублевым облигациям по валютным облигациям доходность шесть семь процентов что это значит это значит что инфляция в россии ожидаемое будет в районе шестнадцати процентов а инфляция в сша ожидаемое в районе там пяти процентов это очень много для америки что это значит а это значит что российская валюта будет обесцениваться то есть рубль будет падать доллар соответственно расти к рублю ну как бы вот вот они факты понимаете да то есть инфляция такая такая ну иначе быть не может то есть рубль падает со скоростью шестнадцать процентов годовых доллар падает со скоростью пять процентов годовых шестнадцать минус пять одиннадцать процентов то есть на 11 процентов в год в среднем должен расти доллар к вопросу о том хорошо это или плохо вот то есть соответственно если я вложил в облигацию замещающую какие-то деньги и она дает 5 процентов годовых плюс за счет роста курса доллара будет еще как мы посчитали в среднем 11 процентов 11 плюс 5 или там 6 получается 16 или 17 процентов годовых доходность по замещающим облигациям поэтому меня замещающие облигации вот так на этом я наверное завершу пока про инвестиции сегодня все лайк подписка до встречи с вами был демитков юрий